Что означают слова апостола Павла «почитайте себя мертвыми для греха»? И почему грех до сих пор может господствовать в моей жизни? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем с вами тему «Кто я в истине?» И сегодня мы перейдем к посланию римлянам, 6 глава, прочтем со 2 по 11 стихи. Поэтому берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, во имя Иисуса, мы благословляем это время, и мы открываем себя для принятия Твоего служения, Святой Дух. Да, мы знаем, что мы не оставлены, мы не сироты. Ты наш наставник, научающий нас всему. Поэтому посреди нашего чтения и размышления над Твоим Словом, Ты говори, учи, и наставь нас на всякую истину во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, со 2 стиха апостол Павел пишет. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашему. Аминь. Еще одно замечательное обетование о том, кто же мы с вами на основании Божьего Слова, на основании истины. И всякий раз мы будем напоминать вам, старайтесь, читая эти стихи, рассматривать в них именно самих себя. Постарайтесь найти вашу личную сопричастность в том, о чем здесь пишет Дух Святой через апостола Павла. И да, апостол Павел начинает с вопроса. Во втором стихе он говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Многие из вас могли бы наоборот задать вопрос, а как можно не жить в грехе? Я никак до сих пор не могу справиться с тем грехом, который удерживает меня в своем рабстве. Я делаю все возможное, чтобы с ним справиться. Я столько раз принимал решение, больше не буду, но снова и снова возвращаюсь и делаю то же. Но у Павла этот второй стих звучит как-то с удивлением. Он говорит, подождите, мы же умерли для греха, а как же нам жить в нем? И вот этот вопрос нам важно с вами обозначить, как вопрос, на который Павел в последующих стихах дает наставление, учение. Вот как произошло наше освобождение от греха. И теперь давайте постарайтесь прочесть эти стихи, но только через созерцание вашей личной сопричастности. Это говорится о каждом рожденном свыше чаде Божьем. Павел задает вопрос, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Павел снова начинает с вопроса и говорит, неужели вы не знаете? И затем начинает рисовать какие-то проекции, в которых указывает как будто на наше с вами прошлое. Он говорит, все мы, кто были крещены во Христа, вы можете это отнести к водному крещению, когда вы заключали завет свой с Господом, крестились во Христа. И Павел говорит, подождите, когда вы крестились во Христа, вы в смерть его крестились. Скажете, ну это может быть метафора, может быть это просто символы. Но Павел в четвертом говорит, мы погреблись с ним крещением в смерть. То есть Павел говорит, если вы крестились во Христа, то тогда все, что произошло со Христом, вам все это полностью нужно будет взять на свой счет. Когда Христос умер на кресте, вы умерли с ним. Когда Христа погребли, вас погребли с ним. Когда Христос воскрес из мертвых, славою Отца, вы воскресли из мертвых, славою Отца. Это написано в вашей Библии. Смотрите, вы погреблись крещением в смерть. И кто-то, возможно, прямо сейчас скажет, ну подождите, где, когда, я вообще не помню. Мне даже сложно представить это о себе. Знаете, друзья, точно так же и мы какое-то время назад аналогично думали об этих стихах, и как и о многих других. Именно поэтому мы не единожды, не единократно призываем вас к тому, чтобы размышлять над обетованиями. То есть снова и снова прочитывать их, снова и снова молиться на основании их, благодарить Бога за них, учиться рассматривать их, замечая детали, именно для того, чтобы вы и учились делать то, о чем мы с вами говорим, видеть себя участниками этих событий. То есть то, что это написано не просто в общем и целом про всех верующих во Христа, а что это относится лично ко мне. Но без вот этого личностного процесса погружения, без личностного размышления над этим, вы не сможете, скажем так, выйти на эту глубину, выйти на этот новый уровень того, что вы хотя бы допускаете мысль, слушай, а точно, наверное, это все-таки обо мне. Как же мне это применять? Как же мне размышлять об этом? Как же мне практиковать это в ежедневной жизни? Понимаете, эти вопросы у вас уже будут по ходу, как результат и следствие того, что вы начинаете задаваться вопросом, а правда относится ли это лично ко мне? Но это часть процесса размышления. А финальная цель этого, чтобы вы видели себя именно таким образом, чтобы вы смотрели на свое прошлое именно так, на свое настоящее именно так, и на свое будущее именно так, потому что здесь-то у нас в этих стихах Павел также описывает наше прошлое, настоящее и будущее. Еще раз прочтите это себе. Я был погребен с ним крещением в смерть. И как Христос воскрес из мертвых славы отца, так и я сегодня могу ходить в обновленной жизни. Ибо если я соединен с ним подобием его смерти, то, конечно, должен быть соединен и подобием воскресения. Шестой стих. Я должен знать, что ветхий мой человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, и чтобы мне уже не быть рабом греху, ибо умерший освободился от греха. Остановимся здесь. Каждому из нас важно это воспринять не как набор метафор, афоризмов и аллегорий. Нет, это важно воспринять как истинное описание нашего с вами прошлого, настоящего и будущего, которое произошло благодаря тому, что сделано Христом. И, как правило, эти истины порождают внутри нас некий конфликт. Конфликт с чем? Конфликт с вашим опытом. Потому что мы все с вами привыкли опираться именно на свой опыт. Если со мной что-то произошло, тогда я и могу это к себе приписать. Там, где я был по факту, вот то со мной и происходило. Что я сделал по факту, тем я и являюсь. Но здесь как раз Павел и дает учение о том, как нам важно думать о себе, полностью отождествляя себя со Христом, начиная с его смерти и заканчивая его славной позицией на небесах. Когда мы с вами рассматривали вторую главу послания Ефесянам, мы с вами видели, что Павел там также указывал, «Бог воскресил нас со Христом и посадил на небесах». Здесь он также повторяет и говорит, «Вы умерли со Христом, но вы и воскресли с Ним, и вы соединены с Ним подобием воскресения Его». Но выделите конец 4 стиха, и нам нужно ходить вот в этой именно позиции. В какой? Как воскресших из мертвых. Вам надо знать, что ваш ветхий человек распят был где, когда? Вот тогда с Ним на Голговском кресте. Для чего это тогда произошло? Чтобы упразднено было тело греховное, и нам не быть уже рабами греху. Понимаете, если мы с вами вот эту истину не примем верой и не соединимся с Ним, то тогда все, что нам будет оставаться, это постоянно сражаться с нашими грехами. Постоянно быть в борьбе и сражении с Ним, делая все возможное, чтобы как-то устоять против всякого искушения. В то время, когда Павел говорит, вам важно поверить, что ваш ветхий человек, бунтарь, восставший против Бога, противящийся Богу во всем, он был распят. Где? Там со Христом. Там во Христе. Вы были в нем. И благодаря тому, что тогда на кресте произошло с вами, греховное тело упразднено. И это слово «упразднено» по словарю также означает делать бесполезным, упразднять, уничтожать, отменять, оставлять без дела, оставлять без внимания, упускать, отменять, освобождаться. Он говорит, чтобы нам уже не быть рабами греху. Кто такой раб греха? То есть это человек, который находится под властью греха или который думает о том, что он не может освободиться. Например, человек, рожденный свыше, влюбился в Господа, но он говорит, я не могу никак бросить курить. Или я еще там не могу какой-то грех оставить. Или вот это раздражение меня контролирует. Или гнев постоянно преследует. Или вот эта обида уже столько лет сидит внутри меня, никак не могу освободиться и так далее, тому подобное. Вариантов грехов масса. Но к чему Бог нас призывает через это послание апостола Павла? Во-первых, нам открывается истина. Друзья, это не просто в настоящем даже или в будущем. Это в прошлом. Это то, что уже произошло благодаря Голгофе и воскресению Христа. Следующий важный момент. Если Бог со своей стороны уже освободил нас от власти греха, тогда возникает логический вопрос. Почему же я не могу до сих пор освободиться от какого-либо греха? Ответ очень прост, друзья. Потому что мы с вами еще недостаточно провели время вот в этой истине. Мы не познали, мы не соединились с этой истиной. Так, чтобы она стала частью нас. Так, чтобы ложное твердыние, что вы не можете освободиться от какого-либо греха, чтобы она просто была разрушена этой истиной и полностью уничтожена. Чтобы эти мысли, они навсегда ушли из вашего разума, из вашей памяти, из вашей пятерки души. Чтобы вот эта истина поселилась внутри вас, внутри вашего сердца, внутри вашего воображения. Чтобы ваша память поднимала не ваши ошибки и промахи, очередные спотыкания через грех, но чтобы память поднимала работу Христа. И что мы с вами имеем благодаря Христу. Но снова-таки мы не можем с вами выйти на этот уровень познания истины без должного процесса погружения, размышления над этим, к чему мы вас снова и снова призываем. И у тебя был хороший вопрос. А если я все еще продолжаю грешить, почему же тогда то, что здесь написано, у меня не работает? Потому что 11 стих вам указывает. Вот так почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Думайте о себе, ведьте себя, будьте убежденными, что вы прошли через смерть и вы воскресли. Вы умерли для греха. Я думаю, вам проще будет это представить, когда вы увидите последовательность событий, которые произошли со Христом. Давайте посмотрите на Христа и какие события происходили с Ним. Итак, Христос берет на себя грехи всего мира. Он становится самым проклятым грешником из всех живущих на земле на протяжении всей истории земли. Он берет на себя грехи всего мира. Он становится проклятием за нас, как Павел говорит об этом в послании Галатам. Проклят всякий, висящий на древе. Христос берет наше преступление, и Он принимает смерть. Затем Христа снимают и, как умершего, полагают в гробнице. Гробница закрывается, но на третий день Бог воскрешает его из мертвых. Что происходит затем? Вспомните, что происходит после воскресения Христа. Вы скажете, ну что происходит? Ну вот Он воскрес, пришел к ученикам, а потом пошел к Отцу. Нет, там проходит достаточно немалый промежуток времени. Иисус на протяжении сорока дней ходит по этой земле, являясь своим ученикам, являясь разным людям. Он о чем-то говорит, Он чему-то учит. Он еще на протяжении сорока дней остается на этой земле, но в каком виде? Как кто? Как какой? Он вроде тот же самый Иисус, но Он уже совершенно другой. Он Иисус, который прошел через смерть и вошел в новое измерение, воскресшего из мертвых. И уже затем на сороковой день Он берет своих учеников, вместе с ними восходит на гору Илеонскую, дает великое поручение и возносится к Отцу. Все, воскресший Христос был вознесен на небеса. Вы скажете, ну зачем мне сейчас вся эта хронология со Христом? Да потому что Павел сейчас как раз и призывает каждого из нас соединиться именно с этой хронологией событий, чтобы вы в результате себя как-то увидели, чтобы 11 стих, чтобы вы могли почитать себя в каком-то истинном состоянии. Подожди, если я уже умер, я прошел через смерть, и я воскрес из мертвых, то тогда логично, что грех уже не может иметь надо мной власти. Почему? Я вышел из той жизни. Понимаете, как раз Павел и дает нам возможность увидеть, что мы с вами прошли по ту сторону креста. Мы были распяты во Христе, мы были погребены со Христом, и мы воскресли. Вы из одного измерения жизни вышли и были введены совершенно в другое измерение. Это все равно, как если бы вы хотя бы могли представить, что вот прямо сейчас вы вдруг оказались на небесах в Царстве Божьем. Все, вы прожили свою жизнь, вы на самом деле умерли, и на самом деле вот вы после смерти оказались на небесах. Я бы задал вам вопрос. То земное измерение, в котором вы прежде жили, оно отличается от того небесного измерения, в котором вы оказались? Вы бы мне сказали, ну, скорее всего, да. А чем, на ваш взгляд, оно может отличаться? Вы бы мне, скорее всего, начали перечислять. В этом измерении нет болезни, нет бесов и демонов, нет искушений, которые бы меня куда-то уводили в сторону и так далее. Здесь совершенно другая среда, совершенно другое измерение. Так вот, Павел как раз и призывает, шестой стих. Ваш ветхий человек был распят с ним, поэтому ваше греховное тело, оно упразднено. Вы можете спросить, что значит греховное тело? Это вы, которые все еще можете что-либо делать по инерции, по старым привычкам. Это как поезд, который когда-то ехал, все, у него топливо закончилось, все закончилось, но вот едет еще по инерции. Вот так же и мы с вами после рождения свыше. Нас не просто простили, и мы как были старыми, так и остались. С нами ничего не произошло. Как раз нет. Благодаря тому, что мы с вами родились свыше, мы обрели новую сущность, новую генетику. Павел говорит, новое творение во Христе Иисусе, старое прошло, теперь все новое. Поэтому Павел в 6 стихе призывает, утвердите о себе истину, что ветхий ваш человек распят с ним, чтобы вам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Видите, что здесь Павел указывает, что вы можете быть свободными от греха через веру в то, что произошло с вами во Христе. И если вы не этим путем решите освобождаться от греха, то все, что вам будет оставаться, это только прилагать усилия и сражаться с вашими грехами. Дух религии больше всего толкает человека именно на то, чтобы тот все свои силы направлял на борьбу с грехом, на переделки самого себя, в то время, когда Слово Божье, истина указывает, с вашим ветхим человеком вопрос решен. И где он был решен? Он был решен там, две тысячи лет назад, на Голгофе, в теле Иисуса Христа. Что мы будем с этим делать? Нам важно в это верить. Верить во что? В то, что тогда это с нами и происходило, как это описывает здесь апостол Павел. Это не произойдет тогда, когда ваше тело испустит дыхание, и вы скажете, вот, вот тогда я умер. Нет, вам важно уже рассматривать себя, какими? Я уже умер. Когда? Вот тогда. И я умер однажды для греха. А что из себя представляет моя жизнь сегодня? Меня воскресили. Для чего? Чтобы я снова мог жить с Богом. Для Бога. А он для меня. И одиннадцатый стих. Так почитайте же себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. То, что мы сейчас сделали, мы сейчас вместе вели размышления над этими истинами, стараясь в них рассматривать самих себя. Что со мной произошло? Какой я в истине? Что из себя представляло мое прошлое? Что представляет сегодня мое настоящее? И каково мое будущее? Вот здесь это описано. Что нам нужно делать с этими истинами? Снова и снова обращайтесь к ним. Они должны не просто вас на время развеселить, ободрить и дать некую надежду. Они должны утвердиться внутри вас настолько, чтобы всякий раз, когда дьявол попытается убеждать вас, смотри, ты снова, смотри, вот ты опять, да какой ты праведник, да какой ты свободный от греха, чтобы вы могли подниматься и возвращать себя к этим истинам. И даже если вы снова в какой-то сфере, в каком-то вопросе согрешите, то в вашем уравнении вы сможете сделать правильный вывод. Если я согрешил, то это не означает, что все эти стихи, они не истины, что я таки не умер для греха, что грек все-таки имеет надо мной власть. Нет! Слово Божье истина. А то, что это все еще во мне не работает, говорит о том, что эта истина не утверждена внутри меня настолько, что я стал единым с этой истиной. И повторюсь, если вы вдруг обнаружите себя, что вы снова в чем-то согрешили, это должно будет вам указать, окей, значит, мне снова нужно возвращать себя к утверждению в том, кто я во Христе. Значит, я на основании послания Якова подошел к зеркалу, посмотрел, каков я и забыл. Да! На какое-то время вы ходили, верили, а потом забыли и снова начали думать о себе, как об обычном человеке, который живет в этом мире, сражается со всеми искушениями, пытается как-то правильно ходить перед Богом, быть хорошим христианином и так далее, своими силами, своими стараниями, и вы забыли о том, о чем здесь Павел говорит, поэтому дьяволу удалось подтолкнуть вас к греху. Что вам с этим нужно делать? О, мне нужно снова себя взять в руки и начать сражаться с грехом, начать бороться с искушениями. Нет! Вам не с грехом нужно сражаться, вам нужно утверждать себя в этих истинах. Вот я кто? Вот что со мной произошло. Вот где я, а вот где грех. Я по ту сторону креста. Грех не имеет надо мной власти. Я уже победил грех, я уже победил смерть, я уже воскрес из мертвых, и слава Отца пребывает на мне, то Господа пребывает на мне. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вам снова нужно будет возвращать себя в эти истины. Аминь. Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание, когда мы читали эти стихи, а на что Он обратил внимание ваше. С удовольствием почитаем обратную связь в комментариях и в чате Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудио формате. И вы сможете послушать откровения других участников используйте эти обетования в ваших молитвах. Стройте на основании этих обетований ваше благодарение, вашу хвалу, вносите эти истины в ваш молитвенный арсенал. Это важно. И, кстати, попробуйте, возьмите эти стихи и сами построите на основании этих стихов вашу молитву благодарения или вашу молитву утверждения провозглашения. Если захотите, вы можете построить вашу манифестацию в лицо дьяволу. Вы также можете взять эти стихи и не только в адрес Бога их вознести в форме благодарения, но также и в лицо дьяволу высказать эту истину и нанести ему поражение. Божьим словом попробуйте это сделать в вашей тайной комнате. Аминь. Отец, мы благодарим тебя за это время. Мы благословляем всех твоих святых и благословляем слово твое, селяющееся внутренних обильно и приносящее много плода во имя Иисуса. Всякая ложь, всякая твердыня, насажденная врагом, да искореняется, а слово твое о нас да утверждается во имя Иисуса. Аминь. Аминь. А на этом, друзья, нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословения. Редактор субтитров А.Семкин